Русский исторический канал 365 дней ТВ представляет программу «Российская летость». Сегодня 3 ноября. В этот день в истории нашего Отечества. В 1788 году родился Михаил Лазарев, флотоводец и мореплаватель, адмирал. В 1812 во время Отечественной войны началось четырехдневное сражение под Красным, в котором русские войска под командованием генерал-фельдмаршала Михаила Кутузова нанесли поражение Великой Армии императора Наполеона. В 1881 капитану первого ранга Александру Можайскому был выдан патент на изобретение первого в мире самолета. В 1939 в Москве состоялось вручение медалей «Золотая звезда» лицам, удостойным звания Героя Советского Союза. В 1945 в Ленинграде под управлением Евгения Мравинского была впервые исполнена Девятая симфония Дмитрия Шостаковича. 3 ноября 1788 года родился Михаил Лазарев, флотоводец и мореплавоти, адмирал. Он появился на свет во Владимире в семье сенатора Петра Гавриловича Лазарева. Окончив морской кадетский корпус в 1803 году, Михаил выдержал экзамен на звание Гардемарина. В декабре 1805 года он стал мичманом. В 1808-1813 годах он служил на Балтийском флоте, участвовал в русско-шведской войне 1808-1809 годов и отечественной войне 1812 года. В 1813-1819 годах лейтенант Лазарев, командуя шлюпами Суворов и Мирный, принимал участие в кругосветной и антарктической экспедициях. В 1819 году Михаил Петрович стал капитаном 2-го ранга. В августе 1822 года 36-ти пушечный фрегат «Крейсер» под командованием Лазарева отплыл из Кронштадта к берегам Русской Америки с целью охраны российских территориальных вод от контрабандистов. Лишь спустя три года «Крейсер» вернулся в Кронштадт. За образцовое выполнение задания Лазарев был произведен в капитаны 1-го ранга. В октябре 1827 года, командуя 74-пушечным кораблем «Азов», Лазарев принял участие в Новоринском сражении. Сражаясь с пятью турецкими кораблями, он уничтожил все пять. За участие в Новоринском сражении Лазарев был произведен в контр-адмиралы и награжден сразу тремя орденами – греческим Командорский крест Спасителя, английским Бани и французским Святого Людовика, а его корабль «Азов» получил Георгиевский флаг. В 1827-1829 годах Лазарев руководил блокадой «Дарданелл», после чего командовал отрядом кораблей Балтийского флота. В 1834 году он стал командующим Черноморским флотом и командиром портов Севастополя и Николаева с производством в чин вице-адмирала. Командуя Черноморским флотом, Лазарев стал подлинным преобразователем. Штаты боевых кораблей были полностью укомплектованы и оснащены новой артиллерией. Михаил Петрович приступил к постройке паровых судов и начал подготовку кадров для службы на пароходах. В Севастополе при нем была реорганизована морская библиотека, построен дом собраний и открыта школа для матросских детей. По печеньям Лазарева были возведены здания адмиралтейств в Николаеве, Одессе и Новороссийске. Начато строительство адмиралтейства в Севастополе. 3 ноября 1812 года во время Отечественной войны началось четырехдневное сражение под Красным, в котором русские войска под командованием генерал-фельдмаршала Михаила Кутузова нанесли поражение Великой Армии императора Наполеона. Отступавшая из Москвы Великая Армия, прибыв в Смоленск, не нашла там ни достаточных запасов продовольствия, ни зимних квартир. Русские войска приближались, и Наполеон решил продолжить отступление на Запад. 3 ноября император с гвардией прибыл в Красный, в котором он планировал остановиться на несколько дней, чтобы собрать отставшие войска. Всего у Наполеона было около 50 тысяч человек, у Кутузова до 60 тысяч регулярных войск и 20 тысяч казаков, которые терроризировали французов на всем пути их отступления от Смоленска до Красного. Главная русская армия наступала параллельно отступавшим французам. Зная о том, что французские колонны чрезмерно растянулись, Кутузов решил атаковать их на марше. Первым попал под удар корпус Евгения Багарне, потерявший в скоротечном бою треть своего состава, обоз и артиллерию. В сумерках остаткам корпуса удалось добраться до Красного. Когда к Красному подошли основные силы Кутузова, на дороге показался корпус маршала Даву. Французы попали в западню. Корпус Даву, атакованный со всех сторон, расстреливался из орудий едва ли не в упор. Чтобы помочь Даву, Наполеон бросил в бой гвардию. Атака гвардии имела частичный успех. Русские перешли к обороне, открыв по французам ураганный огонь. Корпус Даву, сильно потрепанный в бою и преследуемый казаками, с большими потерями добрался до Красного. Казаки захватили личный багаж Даву и его маршальский жезл. Узнав, что гвардия понесла значительный урон, а русские вот-вот перережут путь к отступлению на Оршу, Наполеон принял решение о немедленном отступлении, не дожидаясь подхода корпуса Нея. Остатки Великой Армии выступили из Красного в направлении Орши. Русские войска заняли Красный, когда к городу подошел корпус Нея. Французы храбро атаковали, однако были опрокинуты. Тогда Ней форсировал Днепр по тонкому льду, потеряв множество людей, утонувшими в полыньях. Преследуемый казаками маршал привел остатки своего корпуса в Оршу. За четыре дня боев под Красным французы потеряли убитыми, ранеными и пленными свыше 30 тысяч человек и более 200 орудий. Русские потери составили чуть более двух тысяч солдат и офицеров. 3 ноября 1881 года капитану первого ранга Александру Можайскому был выдан патент на изобретение первого в мире самолета. Исторические документы неопровержимо свидетельствуют, что первый в мире самолет был создан в России. Его создателем стал Александр Федорович Можайский. Он построил и испытал первый самолет на 20 лет раньше американцев братьев Райт. Можайский родился в марте 1825 года в семье потомственного моряка, адмирала русского флота Федора Тимофеевича Можайского. В 1841 году Александр блестяще окончил морской кадетский корпус, а год спустя был произведен в Мичманы. Более 20 лет жизни Можайский посвятил флоту. Он служил на Балтике и плавал в Белом море. Участвовал в Хивинской экспедиции и в дальнем плавании из Кронштадта в Японию. Составил первое описание водного бассейна Аральского моря и Амударьи. В 1862 году Можайский был уволен в отставку в связи с вынужденным сокращением численности флота после Крымской войны. В дальнейшем он служил в гражданских ведомствах по проведению крестьянской реформы. В 1879 году он был вновь зачислен на действительную военную службу в чине капитана первого ранга и направлен в морской кадетский корпус, где он вел курс морской практики. Еще во время службы на флоте Александр Федорович начал работать над проектом давно задуманного им летательного аппарата «Тяжелее воздуха». В 1876 году он с успехом демонстрировал полеты своих моделей. Во время службы в морском кадетском корпусе он, пользуясь консультациями крупнейших российских ученых, продолжал совершенствовать свой проект. 3 ноября 1881 года Александр Федорович получил первую в России привилегию на изобретенный им воздухоплавательный снаряд, то есть самолет. Летом 1882 года капитану первого ранга Можайскому было присвоено звание генерал-майора с увольнением от службы по домашним обстоятельствам. Впоследствии ему было присвоено звание контр-адмирала. Тогда же, в июле 1882 года, был испытан летательный аппарат Можайского. Официальных документов о результатах испытаний не сохранилось. Позднейшие описания свидетельствуют о том, что попытка полета не удалась. Самолет Можайского не сумел подняться в воздух, поскольку у него был паровой двигатель. Тем не менее, летательный аппарат Можайского представляет интерес как одна из первых практических попыток построить самолет, пилотируемый человеком. 3 ноября 1939 года в Москве состоялось вручение медалей «Золотая звезда» лицам, удостоенным звания Героя Советского Союза. Звание Героя Советского Союза было учреждено постановлением ЦИК СССР в апреле 1934 года. Устанавливалось, что Героям Советского Союза выдается особая грамота. Никаких других атрибутов и знаков отличия высокого звания тогда введено не было. Положение о нем было впервые учреждено в июле 1936 года. Оно вводило порядок вручения Героям Советского Союза, кроме грамоты ЦИК, еще и Орден Ленина – высшие награды СССР. С этого момента все Герои Советского Союза получали Орден Ленина вплоть до упразднения СССР в 1991 году. Получили его задним числом и те, кому звание Героя было присвоено до выхода этого постановления. Их насчитывалось всего 11 человек. В августе 1939 года вышел указ Президиума Верховного Совета СССР. В нем говорилось об учреждении медалей Герой Советского Союза, которая должна была вручаться одновременно с присвоением звания Героя Советского Союза и вручением Ордена Ленина. С октября 1939 года медаль стала называться «Золотая звезда». В 1939 году состоялось массовое присвоение звания. За боевые подвиги, проявленные в боях с японскими интервентами на реке Холхингол на территории Монгольской Республики, дружественные Советскому Союзу, звания Героя были удостоены 70 человек, из них 20 посмертно. Среди героев Холхингола было 14 пехотинцев и общевоисковых командиров, 27 летчиков, 26 танкистов и 3 артиллериста. 14 из 70 относились к младшему командному составу, и лишь один был простым красноармейцем – Лазарев Евгений Кузьмич. За отличие в боях на Холхинголе, среди прочих героем Советского Союза стал комкор Георгий Константинович Жуков. Кроме того, за Холхингол еще трое воинов впервые стали дважды героями Советского Союза. Все трое были летчиками. Герои Холхингола стали первыми, получившими вновь введенные знаки отличия медали «Золотая звезда». Российская летопись – это история нашего Отечества. Смотрите каждый день на телеканале 365 дней ТВ.